здравствуйте друзья в эфире канал new rush world с вами я юрий гемельфар и сегодня у нас гостях российский политик легенда российской политики константин натанович боровой здрасте константин натанович вот 27 июня текущего года должны состояться первый раунд дебатов между дональдом трампом и джозефом байденом и сейчас все это обсуждают поэтому в начале у меня уточняющий вопрос вот да как когда мы говорим предъявляем претензии действующему 46 президент сша джозефу байдена вот когда мы артикулируем байден кого нам следует иметь в виду лично джозефа байдена команда обамы демократическую партию соединенных штатов целом левое движение кого именно ну на самом деле все надо иметь ввиду понимаете это все таки разные проявления социалистов соединенных штатах это не новое явление после большевистской революции но это было модно просто здесь коминтерновцы начали появляться в сша фдр это франклин далано рузвельт президент соединенных штатов избранный а в тридцать втором году да вот он проводил такую политику социалистов но это все таки были традиционалисты американские вот система ценностей равенства возможностей так но упрощенно и конституция а то что произошло в соединенных штатах лет 20 назад и это очень мощное движение социалистов в демократическую партию сама партия начало изменяться резко а уж с приходом обамы она просто превратилась социалистическую или социал-демократическую партию спонсоры глобалисты начали продвигать собственную повестку эту вот глобалистскую социалистическую повестку Сегодня общим местом является здесь то, что Обама принимает участие в деятельности нынешней администрации. Президенты обычно, знаете, возвращаются туда, откуда они приехали, где их избрали, так сказать, первый раз. А Обама остался в Вашингтоне и, в общем, как говорят наблюдатели, он очень плотно работает с Байденом, оказывает влияние очень сильное. Спонсоры, крупнейшие спонсоры Демократической партии тоже оказывают очень сильное влияние через какие-то позиции политические, даже озвучиваются иногда через влиятельные группы поддержки. Скажем, Билл Гейтс вдруг в середине войны в Украине начал в своих выступлениях говорить о коррупции в Украине. И начала меняться, это был признак такой, начала меняться политика по отношению к Украине. Потом вот эти вот протесты студенческие в кампусах, как оказалось, они финансируются просто спонсорами Демократической партии. То есть там, ну, даже такая парадоксальная ситуация, когда, с одной стороны, эти спонсоры финансируют протесты антисемитские, и еще они немного, так сказать, против Обамы, то есть против Джо Байтона. Потому что протестующие требуют, там, немедленно прекратить поддерживать Израиль, там, ну, вы знаете, наверное, среди их требований бойкот компаний, которые торгуют с Израилем. Вот, а с другой стороны, ну, они, естественно, и Байден тоже поддерживают. То есть учитывать надо разные факторы, они по-разному работают, но принимают решения многие или влияние на Обайдена оказывают многие, тем более сейчас, когда он, ну, явно не очень здоров ментально. Значит, на него оказывается влияние с разных сторон, и влияние это очень сильно. Ну, хорошо, тогда я не могу не задать вопрос. Как известно, в августе должен состояться съезд Демократической партии, и в связи с явной недееспособностью Джозефа Байдена уже ходят слухи от... Извините. Что его могут заменить там на Мишель Обаму, на кого угодно. Вопрос, а это что-то изменит в политике США? Ну, к сожалению, для Демократической партии замена кандидата за несколько месяцев до выборов – это гарантированный прогресс. Дело в том, что основная борьба сегодня идет за неопределившихся избирателей. И более того, еще уже можно, так сказать, определить неопределившиеся избиратели в неопределившихся штатах, которых сегодня четыре всего. И эти люди, они просто не узнают о том, они не интересуются особенно политикой. Они просто не узнают о том, что Демократическая партия поменяла кандидатов в президенты. Они придут на участки, ну, большинство придут на участки, не увидят Байдена, увидят Трампа и проголосуют за Трампа. Вот, заменить Байдена может, да, Мишель Обама очень сильно продвигали Гавена Ньюсома, гувернатора от Калифорнии. От Демократической партии, но как независимый Кеннеди выдвинул себя, так сказать, такой кандидат, на которого тоже Демократическая партия может сделать ставку. Вот, но вы начали с дебатов. Дело в том, что сами дебаты – это некоторый способ выявления, что ли, кандидатов, претендентов на президентскую должность. И именно Байден настаивал на проведении этих дебатов. И именно для Байдена это очень важно, потому что этими дебатами определяется кандидат от, в том числе и дебатами, от Демократической партии. После дебатов менять кандидата будет уже трудно. Вот, еще есть один кандидат, но шансы ее очень слабенькие – это Кэмела Харрис, сегодняшний вице-президент. Но она представляет такие совсем левые силы, радикально левые, совершенно нетипичные для Соединенных Штатов. Она очень слабый претендент на президентство. Константин Натанович, но два месяца назад, ну приблизительно, в Соединенных Штатах были проведены социологические опросы. И выяснилось, что только 6, подчеркиваю, 6% американцев в числе главных проблем назвали ситуацию на Ближнем Востоке. Только 13% в числе главных проблем перечислили войну в Украине. Так вот, тут это совершенно очевидно, что в преддверии выборов 5 ноября 2024 года американцы волнуют, в первую очередь, внутренние проблемы. Там безработица, дороги, медицина, это сатара, это сатара. Что, впрочем, естественно, об этом еще 100 лет назад написал великий Дэл Карнеги в своей книге «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей». Очень цинично написал, но фраза была такой, что «прыщик на губе вас волнует больше, чем все голодающие автики». Цинично, да, не спорю. А отсюда вопрос, а может быть, американцы правы? Может быть, действительно политика Байдена и Обамы сделает их жизнь лучше, как вы считаете? Ну, на этом построена идея политика социалистов, социал-демократов. Они обещают обществу, гражданам социальную поддержку. Вот, но она всегда осуществляется за счет развития государства. Социальная поддержка, большая социальная поддержка, означает сокращение источников для этой самой социальной поддержки. То есть государство, которое благодарит своих граждан за то, что они избирают, так сказать, социал-демократов, социалистов. То есть эти социалисты в благодарность делают страну нищей. Ну, вот, если у нас с вами более близкий пример есть с социалистами, это Израиль. Ну, вот, когда, да, в Израиле вот эти олигархи, которые контролируют, и социалисты, которые контролируют бизнес, внешнюю торговлю, импорт. Ну, вот, они, их власть, их регулирование, их любовь к государственному регулированию приводят к тому, что сокращается конкуренция. И Израиль стал самой дорогой страной в мире. Понимаете, и бизнес не развивается, или развивается недостаточно. И для того, чтобы действительно продвинуть какую-то идею, какой-то проект, израильтянам приходится выезжать в Соединённые Штаты, продвигать свои стартапы где-то, ну, где угодно, но не в Израиле. Социалисты очень опасны, очень опасны. Поэтому, и они, понимаете как, они ещё очень любят пропагандистские компании. Вот, значит, эти социал-демократы, демократические партии в Соединённых Штатах, они очень любят внешнюю политику. Понимаете, и они, когда им, особенно когда им не удаётся что-то во внутренней политике, ну, вот инфляция, они вдруг начинают заниматься внешней политикой. Но у них руки растут всегда вот из того самого места, понимаете. Поэтому это кончается тем, чем и кончилось там в Афганистане, на Ближнем Востоке, в Украине. Вот. Но это для них способ отвлечь внимание граждан от их неумения, их неуспехов. Во внутренней политике. Вот это противоречие, да, люди действительно в Соединённых Штатах, их больше беспокоит их жизнь. Понимаете? А им постоянно навязывают вот эту повестку внешнеполитическую. И Джо Байден, который решает мировые проблемы, на самом деле, конечно, не решает. А усложняет их. Вот. Но он продаётся публике именно как великий мастер разрешения конфликтов. Ну, мы видим с вами, как разрешаются конфликты в Украине. Значит, и это, в общем, всё движется к катастрофе. Мы видим с вами, как демонстративно Пайден защищал Израиль в начале атаки и очень быстро перешёл к поддержке Хамаса, к шантажу Израиля по поводу того, что он слишком интенсивно защищает себя, своих граждан от террористической опасности. Ну, вот это социалисты, понимаете? Они совершенно не меняются. И вот тенденция, которую мы замечаем не только в Европе, в Израиле, между прочим, и в Соединённых Штатах. Социалисты отходят от власти. Слава тебе, Господи! То есть вот это после революционная, сто лет назад увлечённость коммунизмом, коммунистами, социалистами, она, слава тебе, Господи, проходит и, дай Бог, чтобы побыстрее прошла. Хотя, ну вот, в Израиле эти протесты продолжаются. Кто-то из израильских политиков довольно резко сказал, что это нынешние левые в Израиле – это просто подразделение Хамас, понимаете, по тому, как они действуют. Ну вот, они очень опасны. Они опасны для всего мира левый. И, слава Богу, настроение мира меняется, и будет надеяться, что эта инфекция, эта болезнь будет преодолена человечеством. Ну а тогда в заключение, Константин Натанович, у меня к вам один парадоксальный, один вопрос на основе парадокса. Ну, как известно, внутри США президент, глава Белого дома – это не самая сильная фигура. Но на мировой арене глава Белого дома – это лидер свободного мира. И парадокс получается в том, что американцы, выбирая президента, они выбирают будущее мира. И вот у меня вопрос. А к чему, на ваш взгляд, может привести вот такая трусливая и импотентная политика нынешнего администрации Белого дома? Ну, я разделяю вашу озабоченность и озабоченность многих людей в мире. Вопрос о следующем президенте еще не решен. Голосование будет 5 ноября только. И существует опасность фальсификации выборов, то, с чем мы столкнулись. Это еще одна особенность социалистов, социал-демократов. Все как в России, при большевиках, они приходят к власти и затем уходить от власти не собираются, как там рекомендовал Владимир Ильич Ленин, прийти к власти, воспользовавшись механизмами буржуазной демократии, а потом эти механизмы отменить, разрушить. Тем не менее, понимаете, в исключительной компетенции президента Соединенных Штатов находится внешняя политика. Мы с вами видим, как народ Соединенных Штатов, его представители проголосовали за ленд-лист для Украины. И голосуют, конечно, готовы голосовать за поддержку Израиля. Но президент, в руках которого Джо Байден, находится вся эта исключительная власть, у него другая позиция, близкая к глобалистам. Мы сегодня не называли Сороса других идеологов, так сказать, вот этой глобальной повестки. Но их антисемитская, так сказать, и антидемократическая позиция, она очевидна. В лексиконе президента Соединенных Штатов появились термины совершенно не американские. Американская система ценностей – это общество равных возможностей. Джо Байден уже давно говорит о равенстве граждан Соединенных Штатов. То есть отмене по существу конкуренции естественного процесса, который создал Соединенные Штаты, который позволяет Соединенным Штатам пока оставаться лидером мирового сообщества. А социалистам это не нравится, им, знаете, направление удара вот этих глобалистов, оно было сосредоточено на Соединенных Штатах. И мы это видим по безумной инфляции, которая сегодня существует, по совершенно необычному явлению, когда доллар в соответствии с, знаете, влажными мечтами всех диктаторов мира перестает быть мировой валютой, валютой международной торговли. Вот это та мечта, которой Путин уже, вот сколько, 25 лет он на власти? Все 25 лет, и говорит, разрушить доллары и пропагандистская компания российская. И, к сожалению, ущерб, который нанесли социалисты, демократическая партия, он колоссальный. И я очень надеюсь, что после того, как они проиграют эти выборы, потеряют нижнюю палату Конгресса, потеряют Сенат, но они начнут меняться. Они начнут возвращаться в свое, ну, может быть, левое, одно, там, адекватное американское состояние. Потому что, кстати говоря, демократы Соединенных Штатов, это не всегда были левые. Было время, когда демократическая партия или ее члены были инициаторами создания такой организации, как Куклус Клан. Кстати, это правда, это действительно так. Это исторический факт, дорогие друзья. Да, да, да. Так что, значит, будем надеяться, что к власти в Соединенных Штатах вернутся те, кто нам нравится больше, чем социалисты, и что начнет меняться политика Соединенных Штатов и диктаторы всего мира, вот эти автократеры, опять залезут там под веник, будут там тихо сидеть, не мешать человечеству развиваться. Я только хочу уточнить, дорогие друзья, вы, не дай бог, не подумайте, ни Константин Натанович, ни я, мы не одобряем Куклус Клан. Мы просто, это пример тут был приведен только для того, чтобы показать, что демократическая партия США была не всегда такой, какой она есть сейчас. Мы не сторонники расизма, мы не сторонники Куклус Клана. Это так, на всякий случай, оговорка. Константин Натанович, спасибо вам огромнейшее за потрясающе интересную беседу. Друзья, я напоминаю, вы слышали точку зрения политика Константина Натановича Борового. Но я напоминаю другое. Выводы делать только вам. Подписывайтесь на канал Нью-Рэшворд, обязательно подпишитесь на канал Константина Натановича. Ссылка будет дана в заголовке. И до встречи.